Продолжение следует... В этом докладе. Немного расскажу про Марию. Мария – это арт-директор казуальной графики G5 Entertainment. В индустрии она уже более шести лет, из которых четыре на позициях арт-директора. Я передаю слово. Да. Всем привет. И, так сказать, кратко, о чем будет эта лекция. Вот у меня регулярно, когда разговоры с знакомыми какими-то художниками заходят о арт-менеджменте, я буду глобально это все арт-менеджментом называть, потому что специальностей руководящих сортом достаточно много. Вот. Я регулярно от кого-то получаю комментарии в духе типа «А что, кто-то согласен на это по доброй воле?» Вот. То есть, естественно, видимо, да, очевидно, что мы все еще здесь работаем, кто относится как к арт-менеджменту. Но в целом, мне кажется, что такое специфическое достаточно отношение к артовым менеджерским позициям, оно в первую очередь связано с тем, что у них не то что плохая какая-то репрезентация в публичном поле, она, ну, в общем-то, отсутствующая. Ну, например, да, если мы пытаемся даже разобраться, чем занимается, не знаю, арт-директор, арт-продюсер, арт-менеджер, непонятно, чем угодно на самом деле. То есть я регулярно встречаю, например, вакансии, в которых на позиции арт-директора список задач и каких-то требований и предполагаемых зон ответственности вообще никак ничего общего не имеет с тем, которое есть у меня вот в данный момент в компании. И, например, я вижу позиции, в которых есть очень похожий список компетенций, там, навыков, задач и так далее на какую-то позицию, вот, очень похожий на то, что есть у меня, и написано, например, что это арт-продюсер. Мы не работаем на заводе с ГОСТом, и поэтому в каждой компании гендерной под какую-то позицию, список требуемых от нее каких-то вещей, компания определяет сама, называет она ее тоже сама на свой вкус. Поэтому, естественно, это вносит очень-очень большую путаницу, и люди не всегда понимают, в первую очередь, вообще, о чем идет речь. То есть они могут путать одно с другим и, представляете, совершенно другое. Также надо иметь в виду, что, естественно, менеджеров гораздо меньше, чем просто обычных рисующих художников, да, то есть специалистов линейных. И еще меньше этих людей как-то присутствуют в публичном поле. Вот выступают на конференциях. Очевидно, сведения тоже, что там такое вот происходит, вот что там такое происходит, они отрывочные, и информации не очень много. То есть информации о том, что такое работает просто художником, у нас, конечно, гораздо больше. Ну и последнее, это никогда нельзя забывать о том, что люди, у которых появился какой-то не очень позитивный опыт, они-то попробовали, например, им понравилось, они звучат гораздо громче, чем те, у которых все хорошо, и они просто работают. Ну, потому что, как бы, если у тебя все в порядке, скорее всего, ты не побежишь жаловаться, и, может быть, иногда вот захочешь рассказать о своем опыте. Поэтому получается, что не очень ясно, с чем люди имеют дело, вот, и представления у них об этом, конечно, не очень хорошие. Чаще всего. Это выступление не будет про то, как быть хорошим арт-менеджером. Для этого нужно смотреть другие выступления, читать умные книжки, практиковаться, там, общаться с коллегами. А, наверное, я бы хотела в первую очередь поделиться собственным опытом совмещения вот в себе художника и менеджера. И, может быть, попробовать хотелось бы поменять мнение людей о том, насколько это некомфортно, что ли, то есть попробовать дать возможность сменить точку зрения и относиться к этому по-другому. Особенно тем, кто уже работает на этих позициях, возможно, им станет в чем-то легче. Они найдут для этого какие-то там инсайты. Итак, самое главное – это мифы и страхи, которые я чаще всего слышу, когда речь заходит о том, чтобы художнику работать на менеджерской позиции. Первое наше самое любимое. Кранчи – это что-то неизбежное. Мне кажется, каждый человек, который в геймдеве работал, он это когда-то слышал. В мой первый рабочий день, ну, или первую рабочую неделю, я, конечно, уже не помню точно, моя первая компания в геймдеве, мне сказали – это геймдев, здесь по-другому не бывает, кранчи – это норма. Я покивала и, в общем-то, прекрасно справлялась со своей работой за 8 рабочих часов на протяжении года работы, собственно, на своем перворабочем месте. Я там рисовала маркетинговые арты для разнообразной презентации игры, там, в сторах, в фейсбуке и так далее. Мне сказали – ну, просто дело в том, что это, на самом деле, не важно, и, конечно, здесь не бывает кранчи, но в настоящей разработке, конечно, да. Я перешла на работу в аутсорс, продолжила работать без кранчей, мне сказали – нет, ну, просто дело в том, что ты работаешь линейным специалистом. У менеджеров не всегда кранчи. Я стала лид-артистом. У меня было, когда я вот уходила из аутсорса достаточно много проектов, я продолжила не задерживаться на работе. И когда я пришла, собственно, работать в G5, мне сказали – ну, все, конечно, понятно, аутсорс – это здорово, но они всегда сроки не соблюдают, то есть в разработке так нельзя. В разработке кранчи – это норма. Ну, в общем, вы, в принципе, догадываетесь, что в итоге я все еще не кранчу, и фишка в том, что на самом деле кранчи – это неизбежность. То есть можно сделать игру без кранчей, а вот убужденность и в определенном смысле романтизация этой вещи – я очень за это не люблю, например, книжку «Кровь пота пикселя», она романтизирует переработки очень сильно, и люди потом верят в то, что по-другому игры делать нельзя. И в итоге получается, что многие менеджеры даже не пытаются что-то с этим сделать, и не то, что не пытаются, они не пытаются даже стать менеджерами, потому что они не хотят перерабатывать. В общем-то, я их не осуждаю, я тоже не очень хочу. Следующее – это остановка в развитии. Кто хоть сколько-то коммуницировал с художниками, тот знает, что в нашем комьюнити, который очень плотно общается между собой, развитие – это что-то… ну, это какой-то краеугольный камень нашего профессионального бытия, то есть рисует, пока спят азиаты, потому что они рисуют, пока спишь ты, а не развивался ни мужик, то есть это очень круто, это очень повышает планку в итоге арта, такую общую по индустрии, по комьюнити и так далее. То есть то, что 10 лет назад считалось круто, это просто по сравнению с тем, что сейчас считается круто, это вообще уровень джуна практически, то есть мы растем очень классно, это здорово, но, естественно, это очень сильно определяет то, как художник вообще, ну, строит свою жизнь во многом. И когда он понимает, что часть рабочего времени из 8 часов ему придется потратить не на рисование, то есть, значит, он уменьшит количество времени, которое он рисует и развивается, очевидно, это вызывает совершенно дистанциальный ужас, и люди такие, только нет, боже, я не выдержу, все, сразу нет. Следующее – это отсутствие творчества. Ну, понятно, рисовать – это креативно, а таблички ВСЛ не креативно. Понятно, что построение систем, построение процессов – это меньше вообще совершенно творчества, чем рисование. Но для того, чтобы это оценить, нужно либо плотно пообщаться с кем-то, кто этим как раз занимается, а мы помним, да, про репрезентацию и про то, что очень мало кто об этом из менеджера, в принципе, рассказывает, либо попробовать самому. А если ты не попробовал, в принципе, стать менеджером, то, скорее всего, до этого не добрался. Ну, и последнее – это просто классика. Учит тот, кто не умеет делать сам. Вместо «учит» можешь поставить «руководит». То есть, мне кажется, это какая-то фишка нашей ментальности, наверное, потому что я очень часто слышу это про преподавание, про руководительские какие-то задачи, причем не только в геймдеве, это пронизано этим, в принципе, вообще какое-то общество в целом. И, разумеется, если мы помним про то, что художнику очень-очень важно, чтобы он развивался, чтобы он постоянно рос, сама мысль о том, что кто-то может заподозрить, что ты пришел на руководящую позицию, потому что ты плохо рисуешь, это настолько некомфортно и настолько страдательно, что очень часто люди вот просто избегают этого как огня, не дай боже, чтобы кто-то что-то такое не подумал. Плавно переходя от страхов и мифов к каким-то более измеримым проблемам. На самом деле, часть этих мифов, она прекрасно раскладывается в измеримые какие-то сложности, которые можно решить. Часть этих мифов, от этих нужно избавляться исключительно просвещением, но те, которые покоятся на каких-то проблемах, мы сейчас немножко разберем. Я, опять же, выписала самые такие часто встречающиеся и, на мой взгляд, самые важные, с которыми я сама столкнулась как менеджер за годы работы, и которые, наверное, влияли больше всего на меня и, не знаю, наибольший тлен меня погружали. Первое – это неизмеримость результата. Менеджерская позиция, к сожалению, в отличие от артовой работы, она очень небыстро показывает, ошибся ты или не ошибся в каком-то решении, появился какой-то от этого профит или не появился. То есть очень сложно еще и измерить результат как-то валидно, потому что это не как картинка. То есть ты картинку нарисовала, сразу понятно, хорошо получилось или плохо получилось. И сколько мы тратим на картинку? День, два, ну, не знаю, неделю. А на воплощение в жизнь каких-то менеджерских решений может уйти несколько месяцев, может год уйти, чтобы понять, было это хорошо или плохо. Что здесь можно сделать? Ну, во-первых, время лечит. Не в смысле, что вам становится все равно. Нет, я надеюсь, что не становится. В смысле, что нужно просто подождать. Вот. Это, к сожалению, неизбежно. А второй момент – это фидбэк. У вас есть возможность получить фидбэк не только от людей, с которыми вы работаете как на одном уровне, как вот как бы равноправные коллеги, но и у тех, кто является вашими подчиненными, они вам точно смогут сказать. Те действия, которые вы в отношении не какие-то совершаете, они им помогают, не помогают. Понятно им, не понятно. То есть улучшилась их работа, не улучшилась. И точно так же вам могут дать какой-то фидбэк люди, которые являются вашими начальниками. Они могут со стороны посмотреть на процессы, которые вы строите, и сказать, что у вас получается, в ту ли сторону вы идете. Никогда не пренебегайте фидбэком, потому что это помогает вам, ну, какие-то вот опорные точки получить в вашей работе, иначе вы в вакууме просто плещетесь. Следующий момент – это день сурка. Это, наверное, самое тяжелое лично вот на моей какой-то практике заботы менеджерам – это вот ощущение, что как с мытьем посуды и вообще любыми бытовыми делами. Ты посуду помыл, а завтра она снова грязная. Ты полы помыл, а они на завтра снова грязные. Это бесконечно возобновляемая работа, и это очень выматывающе. Это вот с утра встало, а завтра все то же самое. И ты делаешь, 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 ты вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. И мы помним про неизмеримость результата и про то, что очень часто, чтобы дождаться результата наших действий, нам нужно, ну, подождать какое-то время. И вместе с вот постоянной возобновляемостью этой работы – это безумно тяжело. Что здесь можно сделать? На мой взгляд, вытерпеть вот эту возобновляемость работы можно только, если у тебя есть цель. Я для себя это называю образ светлого будущего. То есть, может быть, это измеримая цель, там, пятилетку в четыре года. Может быть, это не очень измеримая цель, а какое-то вот ощущение скорее, к которому ты ведешь свою команду, состоянию процесса, к которому ты стремишься, к состоянию арта, к которому ты стремишься на проекте, да? Но она должна быть. И благодаря этому, во-первых, можно вытерпеть все вот это, а во-вторых, это помогает каждое конкретное микрорешение, каждый небольшой фидбэк, который ты даешь, постепенно придвигать, вот чуть-чуть, 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 поворачивать в ту сторону, куда мы идем. Мелкими-мелкими шажочками, параллельно с какими-то большими решениями, которые требуют, например, большой работы, там, длительной. И благодаря этому ты будешь видеть, в том числе, кстати, ты будешь видеть, что работа имеет какой-то успех, она куда-то движется, а во-вторых, она будет не настолько вот бесцельно, бесполезно и безидейно, как оно иногда кажется. Следующий момент – это выгорание. Оно прекрасно совершенно вытекает из предыдущих двух пунктов. В принципе, я думаю, что все в курсе, что выгоранию подвержены вообще любые специальности, любые должности, но любая менеджерская должность – это зона повышенного риска. Если вы на менеджерской должности еще не выгорели, то, как говорится, поздравляю вас все впереди. Это со всеми нами случается. В первую очередь это потому, что на нас вот вся вот эта вот нагрузка, ответственность, очень много вот этих вот мелких дел, которые все время повторяются. И при этом еще очень важна коммуникативная нагрузка. Я думаю, что сейчас, когда все сидят дома и все постоянно созваниваются, все почувствовали на себе, что такое менеджерское бытие, в котором десятки созвонов в неделю – это норма жизни. Это очень тяжело. Это выматывает, я не знаю, хуже, чем если бы разгружал вагоны. И на самом деле единственное, что здесь можно сделать, чтобы снизить нагрузку, это снизить нагрузку. Звучит капитанский, но это так. То есть делегировать все, что можно делегировать. Отказаться от всего, что на самом деле не очень важно. Матрица и Зинхауэр вам в помощь приоритизации. Отодвинуть какие-то менее важные дела и сосредоточиться на том, что горит сильнее, и чтобы это первое решить. Постараться скринить микроменеджмент, потому что он живет невероятное количество усилий, и на самом деле он не нужен. И снизить коммуникативную нагрузку. Я вот, когда все ушли на удаленку, и я стала работать с дома, я поняла, насколько сильно я уставала из-за того, что я была в офисе. Я очень люблю в офисе работать. Но при этом оказалось, что вот эти вот small talk'и, которые у нас есть у кулера, у чайника, у миски с печеньками, они выматывают в нагрузку ко всему, что требуется по календарю, например, созвоны, фидбэки, какие-то собеседования и так далее, в нагрузку ко всему этому это просто становилось чем-то неподъемным. И когда я начала работать дома, оказалось, что мне стало резко очень сильно легче. Я почувствовала, что у меня гораздо больше энергии в конце дня остается, просто потому что я не тратила его на ненужную коммуникацию. Вот. У вас есть всех уникальная возможность сейчас в силу карантина 2020-го минимизировать вот этот момент и общаться либо столько, сколько необходимо, либо там, где хочется. То есть вот прям повезло нам, можно сказать, дальше. И последнее – это невидимость в арт-сообществе. Ну, я уже говорила, да, что художники очень активно внутри комьюнити планицируют. И, в общем-то, это норма, опять же, бытия каждого художника. Мы очень связаны, это очень сильно поддерживает, когда ты можешь с кому-то сходить, спросить, пострадать, поныть, попросить кисти, вот, и так далее. Но, очевидно, как и в любом социуме, назовем это цифровом, если тебе нечего показать или сказать, в нашем случае, в основном, показать, это значит, что тебя не существует. Не загрузил что-то на арт-стейшн, не загрузил что-то в свой пабличек, но, по сути, как бы тебя нет. И тебе, по сути, не о чем, можно сказать, ну, это так кажется, на самом деле, тем не менее, говорить со своими коллегами-художниками. Здесь, на самом деле, можно прекрасно решить эту проблему за счет того, чтобы расти в рамках работы. То есть, если вы менеджер, это не значит, что вам нельзя больше рисовать на работе. Вам никто никогда это не будет запрещать. Если запрещают, то очень странно. Но вряд ли. И это просто повод разгрестись, вот, снизить себе нагрузку, разгрести себе какое-то время, какую-то зону ответственности, которая вам интересна, которую вам интересно поизучать, позаниматься этим, делать это на работе. И более того, я могу сказать, что это гораздо продуктивнее, чем делать это вне работы, просто вот как художник для себя что-то. Потому что у вас есть доступ к огромному количеству компетенций, которые есть у ваших коллег. У вас есть возможность получить фидбэк от людей, которые в этой сфере работают. У вас есть возможность воспользоваться накопленными знаниями в вашей компании. И отдельным таким бонусом это, если вы объясняете что-то другому человеку, а если вы менеджер, вы неизбежно это делаете, вы даете фидбэк художникам, то пока вы объясняете, вы на самом деле лучше понимаете это область сами. Поэтому на самом деле рост возможен. У вас количество работ, конечно, будет меньше, чем если бы вы рисовали 8 часов в сутки на работе. Но качество этих работ совершенно точно не упадет, и прекрасно можно это включить в свою менеджерскую деятельность. Ну, самый главный вопрос, как бы, зачем все это, зачем платить больше и так далее. Для меня, ну, помимо, естественно, меркантильных вещей, то, что за менеджерские позиции платят больше, но если это откинуть, я думаю, что все об этом и так знают, и деньги никогда не покупают никакую мотивацию, если люди не хотят чем-то заниматься, деньгами невозможно практически их замотивировать. На мой взгляд, самое главное в менеджменте – это власть. Не в смысле там вот демонический хохот или там свискнута, да, и так далее. Нет, а власть в первую очередь над своей загрузкой, своей какой-то планом развития, над теми последовательностью, в которой ты делаешь задачи. То есть это власть над своим временем. И, на мой взгляд, это самое ценное, что может быть у человека, потому что мы всю свою жизнь, на самом деле, мы так или иначе подчиняемся чьим-то требованиям, мы работаем почему-то плану. Безусловно, менеджер тоже есть план, у него есть какие-то глобальные цели, у него есть более мелкие цели, и, естественно, он работает в рамках. Но это гораздо больше свобода выбирать, чем я конкретно сейчас в 10 часов утра и в четверг буду заниматься на работе. Вот этой задачей или этой задачей. И, на мой взгляд, любая ответственность, которую на вас нагружают, а ее будет много, она окупается этой свободой просто с лихвой, потому что возможность самому принять решение и потом нести за нее ответственность, это очень круто. И, ну, я не знаю, это даже не выглядит как вообще какая-то плата. На мой взгляд, и то, и другое как бы это бонус. Но как бы чтобы развернуть эту мысль про свободу выбирать и свободу принимать решения и вообще власть над своим временем, я выписала какие-то более локальные вещи, которые мне окажутся очень ценны в менеджерской должности для художника и которые очень сложно получить как-то еще. Они расставлены в порядке убывания важности лично для меня, но, естественно, для любого другого человека, и они могут быть, во-первых, другими, либо в совершенно другом порядке находиться. Итак, первое. Это создание системы процессов. На мой взгляд, это безумно интересная штука. Просто, ну, то есть запредельная. Мне, когда хочется объяснить людям, насколько это прикольно, мне хочется вспомнить эпизод теории большого взрыва. Там вся компания собирается на вечеринку дома у Воловица, и они в том числе берут с собой Шелдона. Ребята туда приходят, в том числе и Воловица упоминают, что у них есть неразобранная кладовка, а у Шелдона же, ну, в силу его аутического спектра, у него КР. И Шелдон такой, мол, типа, я могу ее разобрать. Они такие, да, давай, конечно, оставляют Шелдона в этой кладовке. То есть вечеринка проходит, они приходят, открывают кладовку, в которой сидит Шелдон, и там все как бы идеально. То есть все расставлено по местам, все подписано, все в коробочках. То есть, ну, прям идеальный порядок. Они говорят, ой, Шелдон, спасибо тебе большое. Нам очень неловко. Ничего страшного, что мы тебя вот так в ловке оставили. Шелдон поворачиваться и говорить, лучшая вечеринка в моей жизни. Вот эта менеджерская позиция – это лучшая вечеринка в вашей жизни, если вам нравится придумывать пайплайны, оптимизировать процессы, вообще в целом настраивать какую-то систему, которая работает неважно в чем. Тайм-менеджмент, последовательность слоев в фотошопе и так далее. Это огромная вот такая кладовка, это бесконечное количество задач, и это никогда не надо дать, что они всегда разные. Следующий момент – это сканерство. Есть теория, по которой люди делятся на два типа – сканеры и дайверы. Сканеры вот все очень поверхностно так щупают, чуть-чуть, ни во что глубоко не погружаясь, очень быстро переключаются с одного там хобби на другое. А дайверы, они вот в одну тему очень глубоко так погружаются, копаются в ней там годами. Вот. Я не уверена, насколько это на самом деле валидно, есть сомнения, но тем не менее. Вот если у вас всю жизнь не хватало там усидчивости, например, чтобы долго-долго, много лет заниматься одним и тем же хобби, если вы постоянно переключаетесь, если вам все время интересно что-то новое, это самое то. Ни одна линейная позиция не может дать возможности так быстро переключаться между областями, между специализациями, между задачами и так далее. Потому что в любом случае, например, художник на проекте, он работает над каким-то типом задач, на который, собственно, он и был нанят, периодически перемежается чем-то другим. Никто никогда не переключается в рамках одной недели между UI, покраской текстур для моделей и, не знаю, там, концептом персонажки. А у лидартиста это норма жизни. Во-первых, потому что он помогает другим. Во-вторых, потому что он фидбэчит. В-третьих, потому что он мог для себя выбрать какую-то из областей. В-четвертых, потому что кто-то заболел, и нужно его срочно подменить. То есть это постоянное переключение, это постоянное изучение каких-то новых для себя областей. И это прям тоже очень здорово. Следующее, это управление своим временем. Ну, я про это в целом уже сказала. С одной стороны, это звучит как шутка, которую я однажды слышала про домохозяек, что в духе что хочет, то и делает. Хочет полпомоек, хочет посуду. В каком-то смысле это так и есть, потому что мы в любом случае делаем те задачи, которые нужны на проекте. Но, на мой взгляд, вот ощущение, что сегодня у тебя настроение писать документацию, ты пишешь документацию, а завтра у тебя чувство, что есть настроение поделать концепты, и ты делаешь концепты. И вот возможность именно адаптировать свою загрузку под свое состояние, это очень здорово. И, на мой взгляд, это очень сильно повышает свою продуктивность, потому что если нет настроения писать документацию, а надо, это тяжело. Это идет через силу, естественно, гораздо с меньшим КПД, чем могло бы быть. Следующий пункт – это любопытство. Частично он с сканерством перекликается, но я, наверное, любопытство более широко здесь имела в виду. То есть, если интересно, как работает проект с точки зрения кода, если интересно, почему такие требования конкретных нарезки графики, если очень любопытно всегда было, как строится, например, управление мыслью пользователя при конструировании маркетинговых офферов. То есть некие смежные, сортом смежные специальности примерно все, потому что арт обеспечивает все вещи, которые в игре есть. Ну, картинка имеется в виду. Если всегда было интересно, что там под капотом, для чего именно мы рисуем все эти картинки, то это уникальная совершенно возможность, потому что вам, во-первых, нужно будет ходить к соседним отделам и спрашивать, что именно, и как, и почему, и зачем мы это все делаем. А кроме того, у вас будет возможность с ними напрямую поговорить, не увидеть сухие гайдлайны, не получить просто четкий список каких-то требований, а спросить, зачем, почему. Если вам все время вот не дают покоя, зачем, вот это то самое место, где у вас будет вся возможность это выяснить, и именно там это нужно выяснять. Это ваша работа. Следующий момент. Это влияние на результат. Художник, конечно, очень счастливая специальность. Мы влияем на вид игры дальнейший, итоговый, даже если мы рисуем одну маленькую иконочку. Это счастье в этой специальности, именно поэтому художники рады, даже если они, например, не занимают там руководящую позицию, потому что их вклад виден, в прямом смысле слова, виден в игре. Но если представить себе вот вагонеточки с таким вот нагруженным туда углем, как вклад каждого конкретного артиста в проект, то рельсы, по которой он едет, делает лид или арт-директор, зависит от компании, зависит, опять же, от того, как мы эти должности все называем. То есть делает арт-менеджер, и он влияет на то, как проект будет выглядеть в целом, как, куда он идет, какой у него вижен, какую атмосферу мы создаем, что мы хотим сообщить пользователю, и как это вообще все вот должно выглядеть. То есть вот какая-то очень общая картинка, это то, чем занимается арт-менеджер. И на самом деле это очень здорово чувствовать, что твое видение, оно повлияло на целый проект, даже если ты руками все вот эти вещи не нарисовал. Ну, очевидно, как бы это физически невозможно, если это не инди-игра, большой проект, невозможно контентно сделать в одиночку. И последний пункт – это обучение других, как способ улучшить свои навыки. Я об этом уже упоминала. На самом деле, это мой любимый способ погрузиться в какую-то тему – это попытаться помочь другому человеку ее понять. Пока ты объясняешь ему, пока ты ищешь какие-то примеры, пока ты ищешь какую-то литературу, чтобы посоветовать почитать, ты сам начинаешь в этом гораздо лучше разбираться. Если у тебя таких людей не один, например, пять, и ты каждому это объясняешь раз за разом, то в итоге у тебя появляются наиболее четкие формулировки. Ты сам себе это лучше всего объяснил. Ты уже понимаешь, с каких сторон к этому подойти. То есть это выкристаллизовывается с той точностью, с которой никогда бы не выкристаллизовалось, если ты просто сам с собой бы общался. Ну, знаете, есть такой отличный способ. Если хочешь сформулировать очень четко какие-то мысли, попытайся написать их текстом. Потому что мы пока в голове их прокручиваем, нам кажется, что все очень-очень понятно. А на самом деле там наш мозг опускает огромное количество каких-то маленьких деталей. Ему кажется, что они несущественные, он энергию у нас экономит. Вот. Поэтому вот это тоже отличный способ для себя самого сформулировать максимально четко, что и зачем мы тут делаем вообще. Ну, то есть я имею в виду любые области арта, начиная там от того, какую кнопку в фотошопе нажимать и до того, как правильно рисовать улыбки персонажа. Немножко такого. Я бы не сказала, что это на лайфхаке, это все очень капитанские вещи, но мой опыт показывает, что даже очень-очень капитанские вещи, которые лежат на поверхности, и которые человек мог сам много-много раз где-то читать и много-много раз слышать, и сам тоже много-много раз до них дойти, они действительно находят какой-то отклик, действительно что-то тренькует в голове. Самый неожиданный момент сказан одним самым неожиданным человеком. Поэтому на всякий случай я еще раз проговорю эти очевидные советы, возможно, они помогут в этот момент конкретно лично вам. Первое – это найдите комьюнити. Как я уже говорила, художники очень плотно общаются между собой, они делятся своими бедами, которые у них плюс-минус у всех похожи, понятные друг другу и так далее. Вот у меня кисточки нет классной, или у меня не получается делать классные скетчи быстро, или не хватает пластики в моих скетчах, то есть какие-то понятные проблемы, которые можно, во-первых, получить у кого-то какой-то отклик, получить совет, во-вторых, ну, просто поныть, всем нужно просто поныть. Когда ты становишься менеджером, комьюнити пропадает. Это не потому, что ты не можешь больше пойти про кисточки поспрашивать, это потому, что у тебя появляются проблемы, которые просто коллеги-художники не понимают. По понятной причине. Они понятны только менеджерам. Я помню вот это чувство одинокости, березки на ветру в поле практически, которое у меня появилось, когда я стала артледом в компании, в которой больше не было артледов. Это было безумно одиноко, и на самом деле очень тяжело, потому что ты даже не очень можешь понять, это ты дурак, или это просто проблема, которая есть у всех в этой области. И поэтому ищите комьюнити, ищите людей, которые работают на похожих с вами позициях, в других компаниях, возможно, в других странах, неважно. Возможно, даже не обязательно арт-менеджерам, а может быть, это, например, лид-программист. Поговорите с ними о своих менеджерских страданиях. Ищите себе тусовку людей, с которыми вы можете это обсуждать, делиться какими-то лайфхаками. Следующий пункт. Это исследуйте чужой опыт. Ну, скорее всего, велосипед, который вы изобретаете, изобрели до вас другие умные люди. Они написали, скорее всего, книжки, выступили на каких-нибудь конференциях, написали статьи и так далее. И с высокой вероятностью не нужно наступать на эти грабли самостоятельно, набивая себе свои личные шишки, очень, кстати, это долго, мучительно, непродуктивно, чтобы найти какое-то прикольное решение, которое простит вам жизнь, или какой-то подход сформулировать и так далее. Поэтому обязательно читайте, слушайте, общайтесь, задавайте вопросы. Можно своему собственному начальству задавать вопросы, с высокой вероятностью оно вам тоже что-нибудь подскажет. То есть не пытайтесь изобретать велосипед. Нет, я как бы не осуждаю. Я тоже любитель изобретать велосипеды, но, возможно, вот именно в какой-то момент, когда вы что-то будете читать, там звякнет какой-то колокольчик у вас, и в этот момент вы поймете, что вот есть вещь, которая может вам помочь. Третий пункт. Найдите жилетку. Всем нужно иногда погореть. Если вам не хочется погореть, то вы лукавите. Вам хочется. Найдите... Но проблема в том, что у менеджера очень сложно найти жилетку, которая, с одной стороны, все проблемы ваши понимать будет, с другой стороны, будет как бы этически корректно ему все это докладывать, но, очевидно, вы не можете пожаловать своим подчиненным на своих же подчиненных. Это странно. И неэтично. И непрофессионально. А третий момент. Не будет нарушать индии вашей компании, потому что очень многие ваши желания погореть могут быть связаны с тем, что нельзя никому рассказывать. Можно рассказать, наверное, о собственной бабушке. Бабушка никому не расскажет. Но бабушке придется дольше объяснять, о чем вообще идет речь. Поэтому это будет иметь не тот эффект, дольше объяснять будете толку никакого. В идеале это должен быть человек, который работает на сходной с вашей позицией в вашей же компании, потому что это значит, что у вас одинаковый уровень доступа к каким-то вещам, и вы не раскроете ему никакую неэтичную информацию. Вот. Но это очень-очень важно. Это всем нам нужно иногда, и если вы такого человека сможете найти, вам сильно-сильно станет проще. Следующий пункт. Заведите личный проект. Это звучит как работа после работы. И это есть работа после работы. Ну вот. Но я как-то разговаривала на конференции тоже, ну, артовой, правда, с Мэттом Ротсом. Это концептер в Биаваре. Он концептировал Mass Effect, Dragon Age, и впоследствии стал арт-директором Dragon Age Inquisition. И вот он рассказывал, что он на работе не рисует. Ну, то есть вообще нет. Я его спрашивала, насколько ему тяжело это. Ну, потому что как бы отказаться полностью от рисования, особенно когда 12 лет Биавара отработал концептером, это как бы, ну, сложно, наверное. И он сказал тогда очень важную вещь, в каком-то, в разных формулировках ее говорили мне другие люди. Вот это был тот самый момент, когда одна и та же капитанская, в общем-то, мысль, высказанная много раз, наконец-то отозвалась, просто будучи сформулированной нужным образом. Он сказал, что он свою работу видит, как помощь художникам, которые в его команде работают, не попадать в тупик. А если они туда попали, помочь им обойти этот тупик. Как робот-пылесосик, который, вы знаете, он застревает иногда в диван и не может никак понять, с какой стороны его объехать. Вот его задача помочь этому роботу-пылесосу найти путь вокруг дивана. А для себя, он говорит, я завел личный проект, называется, кстати, Телурион, очень крутой. Мэтт где-то, по-моему, летом закончил, наконец, выкладку. Он три года работал над этим проектом. Все, кто не видел, я крайне рекомендую сходить посмотреть, потому что проект очень интересный. Там рассказывается история. Это серия картинок, как бы рассказывающая какую-то историю, но без текста вообще, без малейших пояснений. То есть около, кажется, 200 картинок без какого-либо текста, который складывается в истории. Очень круто. Так вот, он сказал, что он завел себе отличный проект, и, конечно, он не рисует его по 8 часов в день, он рисует его иногда по вечерам, но он рисует, что хочет, как хочет, используя те средства и какие-то там приемы, которые ему кажутся здесь верными. Это полностью покрывает его потребность именно в рисовальном непосредственно творчестве, потому что, в общем-то, как бы, оно закрывает все потребности, и на работе он может сосредоточиться на том, что необходимо именно его команде, в первую очередь, вот это, помогать им обходить вот эти диваны, как роботом пылесоса. И последний пункт – это переключайтесь. Отлипайте от любимого монитора. Уходите подальше, переставайте думать про любимую работу, переживать про любимую работу, обсуждать любимую работу и так далее. Я понимаю, что это очень сложно, особенно сейчас на удаленке, когда мы даже физически не перемещаемся из одного компа на работе к другому компу, который дома. Это, я прекрасно понимаю, что это тяжело. Наша работа еще и размазывается очень сильно хронологически, то есть вот по суткам. Она очень размазывается, потому что ты сидишь уже около этого монитора, и тебя драйвит, тебя тащит, тебе очень интересно, ты занят, ты уже погружен, ты в потоке. Но я прекрасно понимаю, что я вот могу неделю отработать в таком состоянии, две отработать в таком состоянии. А потом, скорее всего, меня размажут очень сильно просто перегрузкой, потому что у меня мозг перестанет выдерживать такой наплыв информации. И еще несколько недель следующих. Я буду настолько непродуктивна, что лучше бы я вот эти переработки или там, не уверена, что переработки именно по часам, но, так сказать, по погружению, потому что я хожу по улице иногда и думаю тоже про работу, очевидно. Вот, поэтому старайтесь переключаться, старайтесь вот выключать в голове думание о работе. Это очень трудно, но я для себя сформулировала два хороших способа. Первый, заведите друзей не из геймдэва. Звучит странно, я понимаю, но это возможно, там тоже есть жизнь. И они физически не смогут поддержать беседу с тем уровнем погружения, на котором вы реально волнуетесь или переживаете или что-то обсумуществляете. Вам придется дольше погружать их в тему по понятной причине. Поэтому вы вынуждены будете разговаривать о чем-то другом. Даже если не лично, по зуму. Все равно вы хотя бы по зуму, около того же самого монитора, будете разговаривать не о работе, а, не знаю, о новом кино. И второй момент, это найдите себе какую-то деятельность, которая вас вовлекает как процесс. При этом вам процесс нравится, потому что мытье полов тоже процесс, но не факт, что оно вам нравится. Гуляйте, вяжите, не знаю, все что угодно. По возможности, это должна быть именно деятельность какой-то моторикой, крупной или мелкой. Ну, зависит. Если она все закроет на карантин, то лучше мелкой. Но при этом, чтобы она не включала в себя поглощение нового контента. То есть, по возможности, это не должно быть чтение, просмотр сериалов или игры, потому что вы перегружаете свою голову опять новой информацией, и особенно аудиовизуальной, что по сути то же самое, что если бы вы работали, мы же говорим про художников, это значит, что у вас была аудиовизуальная информация постоянно, и вы себе ее еще докинули. Это очень тяжело, осмыслять ее трудно, и ваш мозг перестает справляться. Поэтому старайтесь исключить хотя бы на какую-то часть суток погружение во все вот это. Небольшой дисклеймер. Вот я сейчас рассказываю какие-то вещи в духе снизьте себе нагрузку или что вы можете найти себе время в работе разгребаете его, приоритизируете и найдите себе время заниматься интересной областью рисования, которую на проекте больше никто не забирает у вас, вы там сидите и ковыряетесь. Или я говорю, что, например, перестанете заниматься микроменеджментом, и вы, возможно, сидите и такие думаете. Ну, то есть, звучит, конечно, здорово, но мне на работе не дают. Не дают перестать заниматься микроменеджментом, не дают что-то еще сделать, не дают мне вот той самой свободы, о которой мы тут сидим и разговариваем. Дисклеймер заключается в том, что нет, это не с вами что-то не так. Нет, нет, вы не сумасшедшие. Если, как бы, вы понимаете, что по какой-то причине вы пытались, например, даже на работе это делать, и почему-то, собственно, закончилось немножко ничем, то, возможно, что-то не так в небесной канцелярии. В компаниях, которые хорошо, правильно построены, которые заточены на то, чтобы дать возможность быть их менеджерам или менее специалистам эффективными, никто никогда не будет вам запрещать или как-то контролировать прям очень сильно вашу загрузку и чем вы занялись вот в эти 15 минут. Это никому не нужно, это не продуктивно, и это, ну, не знаю, на мой взгляд, это какое-то гестапо. Поэтому нет, если вы поняли, что у вас это точно совершенно на работе нереализуемо, то это не с вами что-то не так. Возможно, это что-то не так с вашей компанией. Имейте просто в виду, а то очень часто люди спрашивают, и это прям, мне в этом умествовалось очень печально. Ну, и немножко заключения. Как известно, у самурая нет цели, только путь. Ну, на самом деле, у этого нашего самурая у него есть цель. Его цель это надеть все лучшее сразу и совместить арт и менеджмент. И это возможно. Совершенно точно. Менеджмент это такая штука, которая строится в первую очередь на личности менеджера. На его целях, на его в каком-то смысле средствах, на его личностных качествах, на его ценностях, на его подходах, в принципе, на его личности. Менеджмент это не какая-то очень роботизируемая среда, да, и каждый менеджер, он делает это немного по-своему. И каждый менеджмент может включить в себя совершенно любой опыт. Меня это не перестает завораживать все эти годы, что любой абсолютно опыт, любой экспедиент, который у тебя был в жизни, можно принести в менеджмент и каким-то образом туда имплементировать и получить с этого какой-то профит. Натурально, начиная от опыта обучения детишек в изо-студии и там заканчивая работой курьером. Это что из личной практики, то есть я все, это я все делала, и это все пригодилось мне в той или иной степени, когда я стала арт-менеджером. И это очень классно. Поэтому нет никаких желаний в духе «я хочу продолжать все рисовать» или «я хочу продолжать развиваться как художник», «я хочу что-то из этого делать руками». Нет никаких совершенно вещей, которые менеджмент 100% отрицает. Вот прям этого не существует. Мне это больше всего напоминает такие фильмы про боевые искусства, где какой-нибудь старый мастер учит юного подаванной говорит, если противник ниже тебя ростом, это преимущество. Если противник выше тебя ростом, у тебя преимущество. Если вы с противником одинакового роста, это преимущество. Так вот, с менеджментом то же самое. Если вы хотите продолжать активно рисовать на работе как менеджер, это ваше преимущество как менеджера. Если вы не хотите этого делать и хотите развиваться только в свободное от работы время, это тоже ваше преимущество как менеджера. Нет вообще правильных путей, нет каких-то правильных ответов. Есть только цель, как мы помним, да, это то, что вы хотите достичь в этом. И все. А менеджмент – это только инструмент. И на этом все. Очень большое спасибо за доклад. Было очень интересно. Хотелось бы сразу сказать, что для меня, да и для всех единственный минус удаленки – это то, что, мне кажется, у всех есть соседи сверху, которые свертят, стычат. О да, обязательно. Именно тогда, когда у тебя созвон по возможности. Да, да. С девяти утра до шести постоянно. Мы перейдем к вопросам. У нас Лена задала вопрос. Можете посоветовать, пожалуйста, литературу, чтобы не изобретать велосипед? Сходу, наверное, две книжки. Первое – это Брюс Тулган. Быть начальником – это нормально. Она, как любые американские научно-популярные книжки, ну, скорее всего, это нотфикшн, конечно, больше. Там не очень много ценных мыслей. Она очень-очень много раз их повторяет. Но она именно, что приводит больше всего в концах мысли, что быть начальником – это нормально. Это, кстати, очень сильно успокаивающая литература. Ну, и там есть несколько полезных таких лайфхаков, которые я до себя вынесла. И второе – это джедайские техники Максима Дорофеева. Они не напрямую чисто про менеджмент, они скорее про то, как справляться с этой менеджерской загрузкой. Причем, в первую очередь, загрузкой головы, которая у тебя просто лопается. Ну, не выдерживает человеческий мозг этого. Она запредельно плотная по какой-то вот количеству ценной информации, потому что, по сути, это огромная методичка, которая так или иначе постоянно кучу-кучу-кучу разных техник разбирает. У меня, когда я ее читала в электронном виде, была она вся подчеркнута через строчку хайлайтсами с какими-то моими пометками, потому что все абсолютно, что я там увидела, все куда-то можно было применить. Вот прям настольная книга должна быть. Спасибо. Следующий вопрос задала Алена. В чем разница, перегорел лид или не справляется со своими обязанностями? А это не взаимосключающие вещи, это не лили. То есть он может выгореть, справляется со своими обязанностями, может выгореть, не справляется, а может просто не справляться, но не выгореть. Ну, то есть разница только в том, что выгорание, наверное, можно в первую очередь определить, потому что, наверное, какие-то вещи, которые... Если мы говорим о том, как изнутри себя это определить сейчас, какие-то вещи, которые ты делал, начали даваться очень-очень тяжело. То есть резко ухудшилась память, ухудшилось умение думать. Ну, это очень такая абстрактная, конечно, формулировка. Тяжело стало анализировать, тяжело стало систематизировать, тяжело стало сосредоточиться, постоянно теряется фокус внимания, очень низкая усидчивость. То есть это именно, если что, относительно самого себя. То есть вот, не знаю, два месяца назад легко получалось это делать, а сейчас не получается, и все время все забывается, как у старой бабулечки. Вот это значит, что, скорее всего, это оно. Вот я определяю это в первую очередь потому, что у меня в какие-то моменты случается такой звон в ушах, и ты сидишь и думаешь, так, какой сейчас год? Вот примерно, когда ты начинаешь ловить на этих мыслях, скорее всего, ты выгорел. Как определить-то снаружи, вот, глядя на человека? Ну, никак у него на лбу не написано. Если только вы с ним не общаетесь, в смысле, не коммуницируете, тогда можно определить, что человек явно и с ним что-то не так, то, как он просто начинает рассказывать о том, как ему там живется. Но здесь, наверное, каких-то общих советов нет. Если вы чувствуете, что человеку явно как-то не очень, то вот повод заподозрить, что, наверное, может быть, выгорело у него, там, депрессия, возможно, и так далее. Но здесь общий совет, вы с этим сами ничего не сделаете, к психотерапевтам посоветуйте сходить. Больше ничего не сделаете. А на тему не справлять со своими обязанностями. Иногда выгорание, кстати, ведет к тому, что ты перестаешь справляться, ну, просто потому что тебе, например, память больше не удерживать эти вещи. Ну, по сути, здесь относительно себя очень сложно определить вот это вот я не справляюсь или мне кажется. Вот здесь фидбэк от, в первую очередь, от вашего собственного начальства очень поможет. Если вы работаете под началом человека, и вам кажется, что он не справляется, это очень, на самом деле, дискуссионная тема, потому что вам может это казаться, потому что вам самим некомфортно, лично вам, вот одному из 10 художников на проекте, остальным нормально. Но в любом случае, самое первое, что здесь нужно сделать, если вам так кажется, ну, пойдите поговорить с этим человеком. Не в смысле выкатывать ему список претензий, какой он нехороший, и почему он вас не ценит, а просто, ну, попытаться с ним покоммуницировать по вещам, которые вас беспокоят. То есть что-то в вашей работе очень некомфортное. Ну, если он нормальный человек, то, скорее всего, он попытается, как минимум, с вами этот диалог поддержать. Если он отказывается из принципа это делать, то это уже называется профнепригодность. Если он сказал, что он попытается, но почему-то забыл и не сделал, то вот тут уже может быть либо-либо у него там либо выгорание, либо он просто почему-то не справляется. Но из позиции подчиненного очень сложно это определить. Вот из позиции начальника этого человека, вот Лида, можно, да. Ну, потом просто видно больше немножко. Работа в целом видна. Спасибо большое за ответ. Дальше вопрос от Оксаны. Мария, где именно вы искали свое комьюнити лидов? Я его все еще ищу. На самом деле, то есть мне повезло сейчас очень сильно, потому что в G5 много народу, у нас 700 человек где-то сейчас. И суммарно около 20 проектов. На всех этих проектах есть лид-артисты. То есть когда я была, собственно, лид-артистом, до того, как я стала директором, да, у меня было примерно 19 человек коллег, с которыми можно было это обсудить. Причем с полным погружением, потому что они находились ровно в той же среде, что и я, с абсолютно такими же проблемами из-за того, что, ну, система, процессы, какие-то требования, правила и полисы у нас абсолютно одинаковые. В больших компаниях с этим сильно проще. Невероятно. Плюс у меня еще были коллеги на проекте, то есть лид-программист, лид-дизайнер, лид-куа, там, продюсер и так далее. С ними тоже можно было вот это все пообсуждать. И если у вас нет при этом компании, вот большой такой, в которой можно найти этих людей, то конференции, ну, то есть на самом деле с огромным количеством других лидов, и не только артовых, я познакомилась на самом деле на разнообразных конференциях. Вот тоже ходя к ним на лекции, знакомясь с ними после своих лекций и так далее, нетворкинг. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Дмитрия. Что делать, если на работе упахиваешься как лид и менеджер? Делаешь кучу фидбэков. Аверпейдов? Да, да, закрываешься всеми, в конце рабочего дня ты понимаешь, что сил на свой проект не осталось совсем. У тебя сил нет ни на что. Как найти в себе силы начать свой проект или хотя бы начать рисовать в целом? Снизить нагрузку сначала, потому что это же не про волевое усилие. То есть, ну, можно один раз себя заставить, можно два раза заставить, но после этого вы ляжете кабачком и не встанете вообще. Нельзя бесконечно насиловать волевую мышцу. Она конечная. В какой-то момент она откажется в принципе вам подчиняться. То есть, ну, то, что я слышу, это огромное количество чисто такой вот вот той самой работы day by day, которая постоянно возобновляется. Постоянно нужно дать еще фидбэк, постоянно нужно еще доделать немножко картинок за другими, постоянно нужно еще что-то проконтролировать. Это очень выматывает. И здесь на самом деле просто нужно немножко стратегически посмотреть на это. Скорее всего, всех этих замечательных художников, которым вы фидбэчите, помогаете, оверпейтите и так далее, нужно просто доучить до того уровня, на котором все эти вовлечения такое сильное от лида просто не понадобятся. Кого можно доучить? Надо доучить. Кого не доучить не получается, нужно либо перевести на те области, в которых он сможет справляться достаточно самостоятельно, либо, ну, возможно, не удерживать его в компании, то, что называется. Иногда бывает такое, что человек по какой-то причине никак не получается его доучить по его каким-то личным пунктам. И, ну, к сожалению, это нереально. Невозможно бесконечно за ним что-то все время доделывать. Вот. То есть здесь, в первую очередь, нужно понять, что вам сначала придется потратить очень много времени, ну, несколько месяцев точно, на обучение как минимум какого-то значимого процента этих людей делать очень большой процент их работы полностью самостоятельно. Тогда появится сначала время, а из-за этого появятся силы, и после еще где-то, наверное, нескольких месяцев появится сила рисовать дома. Это долго. Если особенно вы уже замучились. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Евгения. Как вы разграничиваете свое пространство между отдыхом и отдыхом, постоянно работая из дома? Нет смешивания границ работы и отдыха? Конечно, есть. Я даже врать не буду. Когда я работала в офисе, у меня было правило. Ушел с работы, работа кончилась. Вот прям строго. Именно потому, что иначе у меня начиналась работа, просто работа головного мозга. У меня есть подруга, не из геймдева, и она пришла ко мне на день рождения, а там в основном народ из геймдева, из нашей компании, из других компаний. Там очень огромная геймдевная тусовка. И она потом написала в Инстаграме, когда фотки вывесила, говорит, я пришла на день рождения, в котором люди из геймдева постоянно обсуждают работу. То есть мы в итоге весь день рождения обсуждали работу. Это очень сложно перестать делать, потому что мы ее все любим. Я на самом деле стараюсь просто разграничивать ее в каком-то смысле физически. Я, во-первых, гулять хожу. То есть я натурально заставляю себя выйти из дома вечером и пойти гулять, вот по району кругами наматывать, потому что я продолжу, конечно, про нее думать, но хотя бы перестану около монитора находиться. Через два часа примерно прогулок мысли в итоге переключаются на то, что нужно купить макарон или что-то в этом духе. И когда ты приходишь домой, то сначала ты хочешь погреться или помыться, или приготовить, пожрать и так далее. И в итоге мозг все-таки отклеивается от нее. Сейчас еще тут такой тонкий момент, что у меня в силу того, что у нас компания находится в нескольких разных странах и часовых поясах, у меня иногда бываются зоны, которые, ну, типа часов в 10 вечера. Это, ну, часть моей работы, к сожалению. Но в этом случае я стараюсь с утра сходить погугать. Вот физически выбраться. Если мы говорим про совсем-совсем локдаун, когда нас всех заперли дома, я купила себе беговую дорожку, ходил по ней, смотрела сериал. Вот прям, чтобы вообще про работу не думать. Либо уходила в другой конец квартиры и начинала, например, готовить. Потому что ты когда готовишь, ты очень сильно вовлекаешься в процесс и тоже отключаешься. Главное, телефон убрать подальше. Не смотреть на телефон. А, и еще важный момент. У меня в Slack замьючены все оповещения после, по-моему, 9 вечера. Чтобы перестать его читать. Спасибо большое за ответ. Евгений спрашивает. Что делать, если временно выполнение задачи у сотрудника уже вышло, было несколько фидбэков, а результат все еще оставляет желать лучшего? Если мы говорим про локально... Ну, то есть, тут надо оговориться о чем именно. Если мы говорим про локальную задачу, например, нам срочную нужно сдавать. Я не знаю, у нас апдейт, и она горит. Синим пламенем. То мы, конечно, берем у него эту задачу, забираем, доделываем каким-то образом сами другому художнику, который опытный, или еще кто-то. В общем, каким-то образом ее доделаем. Потому что здесь перечерный приоритет выпустить апдейт, когда должны выпустить апдейт. Если мы говорим о, в принципе, повторяющейся ситуации у конкретного художника, потому что, может, у него в этот день, ну, не знаю, у него батарею прорвало дома, и он все время об этом думал. Он поэтому очень плохо работал. Такое бывает. Все люди, и у всех бывают плохие дни, недели, даже месяцы. Но если эта система... То есть, вот мы понимаем, что постоянно за этим человеком системно приходится доделывать его работу. Ну, во-первых, его нужно попробовать, попытаться научить. Прямо так, прям составить, договорить с ним, составить ему план, объяснить ему, какие у него проблемы, повторяющиеся и так далее. Если все это не помогло, несколько месяцев мы его учили-учили, а сроки и качество осталось на том же уровне, то, ну, это сейчас прозвучит немножко так, как это сказать, очень формально в каком-то смысле, немного даже жестоко, но мы... Хороший парень не профессия. Мы человека нанимаем на выполнение конкретных задач. Если он не показывает динамики улучшений, вообще никакой, при том, что мы вкладываем в него время, силы, мы стараемся, помогаем ему и так далее, то это значит, что человек на эту должность просто не подходит. И тогда с ним, ну, первый вопрос, нужно расстаться. Возможно, ему нужно перейти на другой проект и делать вещи, которые получаются у него хорошо и не быстро. И все. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос задала Ирина. Посоветуйте, пожалуйста, комьюнити для менеджера. Я поняла. Если я его не создам, у нас не будет комьюнити для менеджера. На самом деле, проблема в том, что я на протяжении последних, я считаю, четырех лет, да, вот с осени 16-го года, я пытаюсь найти этих людей где-нибудь. Я на каждой конференции говорю, чуваки, в конце каждой лекции, если вы хотите общаться и вы менеджер, давайте, пишите мне, вот там моя почта. А теперь можете представить себе, сколько мне их пишет. Нисколько. Я не знаю, почему. Но, видимо, раз это второй вопрос уже такой, то, видимо, надо его делать. Но вы пишите мне на почту, она там указана. Вот, можно меня в Фейсбуке найти или еще где-нибудь и пишите куда-нибудь. Давайте делать. Отлично. Вопросы, в принципе, закончились. Тогда мы будем прощаться. Очень спасибо большое за ответы на вопросы. Лекция была очень интересная, мне понравилась. Я думаю, всем остальным понравилось. Если у вас есть еще какие-то вопросы, но вы не успели задать, то пишите, Мария, на платформе. Я думаю, вы ответите. Правильно? Да, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok